Мне не хочется говорить как историку, не хочется говорить как политологу, потому что те вещи, о которых мы сегодня говорим, они обращены только к одному. К человеческим сердцам, к нормальным эмоциям, которые должны вызывать у каждого мужчины, у каждого женщины те трагические события, которые произошли, казалось бы, достаточно давно по меркам человеческой жизни, а по меркам истории – это миг, который, наверное, многие и не заметили с вами. 20-й век – это действительно жестокий век, эпоха, которая ассоциируется с кровью, болью и человеческими страданиями. Время двух разрушительных войн, которые полностью изменили представление людей о степени дозволенного. Мы знаем, что трагические веки Второй мировой войны, как пепел класса, бьются в груди тех, кто пережил Хатынь, Лидице, Ковентрии. Каждое из этих названий навеки вписано в трагическую летопись событий прошлого столетия в назидание потомкам. Но сейчас мы понимаем, что наш опыт в конце 20-го столетия пополнился новыми названиями городов и сел, за которыми все так же стоит чья-то боль, чувство бессилия сильных мужчин, память о погибших отцах, детях, матерях, сестрах, братьях. Хаджалы – это трагический вех в памяти не только азербайджанского народа, но и всех тех, кто сострадает, кто искренне желает, чтобы подобное никогда не повторялось впредь. Память о 613 погибших мирных жителях – ведь это не только строка учебника по новейшей истории постсоветского пространства. Это не заживающая рана души современников, всех тех, кто так или иначе был свидетелем, кто носит память об этой трагедии. Отдав дань памяти погибшим, мы прежде всего должны думать и действовать в одном направлении – не допустить повторения подобных событий ни в одной точке Южного Кавказа, постсоветского пространства, евразийского региона. Я бы действительно хотел низко поклониться и отметить благородную миссию Международной агитационной кампании «Справедливость Хаджалам», инициированную российским представительством фонда Гейдара Алиева и лично его председателем Лаила Алиевой. Потому что та цель, о которой сегодня говорила Лаила Ханум – дать миру память о трагических событиях этой эпохи, хорошо понятну любому человеку, который имеет сердце. И мне она, понятно, и близка не только как историку, но прежде всего потому, что я глубоко убежден, мы слишком многое придаем забвению, исходя из простых статистических величин. Формального числа погибших – один, два, сто, тысячи. Для многих это разница или ложных представлений о политической целесообразности. Мы забываем о том, что среди погибших в эту страшную ночь были дети – 106 женщин, 70 стариков. И вне зависимости от национальности мы должны ощутить чувство глубокого студа. Как мы, вышедшие из одного общего дома, который назывался Советским Союзом, смогли допустить, а потом забыть такое. И вот когда мы говорим, что это не должно повториться, ведь это на самом деле очень простые слова, к которым мы уже привыкли, произносим их по любому поводу. Но в них заключен глубокий смысл. Историю нужно знать и чувствовать ее для того, чтобы в своих словах и поступках соответствовать самым высоким ориентирам. Не прощать зло, хранить память о погибших, строить справедливое и мирное будущее для своих детей. А в конце я хочу сказать одну историю очень короткую из своего личного жизненного опыта, когда я был в Баку. Сидели в бакинском ресторане с одним моим другом. И он рассказал, что ему 50 лет, состоявшийся бизнесмен, умный мужчина. И во время одного рассказа о своей жизни он заплакал. Я спросил, что с тобой, почему? И он ответил, ты знаешь, Леша, я могила моего отца и моей матери, они в шуше. И как хороший сын я должен поклониться могилам своих родителей. А я не могу это сделать. Какой же в таком случае я сын? Разница менталитета, конечно, наверное, велика. А эта история по-другому воспринимается теми, кто знает менталитет азербайджанцев. Но для любого человека память о могилах предков – это святое. И когда человек не может поклониться им, отдать дань памяти, это то, что разрывает человека изнутри. Гораздо больше, чем любые жизненные неудачи, чем мелкие семейные споры. Но это все равно как потерять ребенка. Хотя такие слова произносить страшно. И простая история, простые чувства, простые эмоции, но мы должны помнить, что из тысячи таких историй и строится тот мир, который окружает нас с вами. И в эпоху, когда мы постоянно рассуждаем о великих геополитических стратегиях, о том, что экономический прагматизм, труба, нефть, газ решают все, на самом деле нет ничего большего, чем слезы матери, которая в ту трагическую ночь потеряла обоих сыновей. И в этом и есть главный резон, о котором стоит помнить. И чтобы такое не повторилось, наверное, стоит жить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...